Хочу рассказать о картофеле, который я выращиваю в грядках, в грядах, в высоких грядах. Гряда моя сделана из шифера, высотой 35-40 см. Почему 35-40 см? Потому что в одной стороне немножко ниже, в другой чуть-чуть выше. Огород у меня идет под уклон, поэтому, конечно, проблема немножко есть. Но я хочу сказать, ничего страшного. У кого огороды идут под наклон, это очень удобно. Грядочки, которые большие наклоны, нужно делать поперек участка. Тогда проблем никаких не будет. У меня стоит вдоль участка грядка, мне так было удобно. Вот картофель. Например, в этом году картофель я выращиваю немножко, ну как бы, иным методом. Значит, у меня два ящика, ну два, две гряды, скажем так. Вот, вот одна, вот вторая. Одинакового размера, одинаковой ширины. Ширина здесь примерно метр. Метр. Вот на этом метре ширина. И длина где-то, наверное, на метрах пять с половиной. Ну, может, шесть. Я, честно говоря, не мерила так вот. Вот, вот бабочка села. Картофель посажем в три ряда. В краю ряд. Еще в краю посередине. В шахматном порядке. В шахматном порядке. То есть для того, чтобы все-таки при росте картофеля не мешали они друг другу. Вот, посмотрите, сегодня 21 июля. Картофель посажен в конце мая. Картофели для посадки брались очень мелкие. Выведены были из своих семян. Вот, которые выросли на картошечке. Ну, вот после зарождения. Вот у меня в этом году очень много таких картошечек повырастало. Я уже показывала фотографию. Там на одном кусте у меня выросла очень большая, так сказать, большая кисть этих томатиков. Вот, ну, вот я сейчас найду все-таки картошечку, помидорчики эти. Сейчас, может быть, даже уже и попадали, потому что время пришлось. Надо было сорвать уже давно. Ну, я сорвала, сколько мне нужно на семена. Остальные остались все. Ну, ладно, я найду, буду снимать и буду рассказ искать заодно. Короче говоря, вот три ряда. Картошечки очень мелкие. Ну, примерно 60 грамм, наверное. Не больше картошечка. Маленькая, может быть, даже меньше. Вот, вот посмотрите, какие выросли из этой картошечки огромные кусты. Вот, кстати говоря, вот вам помидорки. Вот, пожалуйста, видите, какие помидорки. Вот из этих помидорков прекрасно взять семена. Вот их надо сорвать, они уже готовы. Вот видите, тут уже упал даже помидорчик. Вот, вот их надо убрать. Там он еще есть. Вот, ну, вот здесь как-то не особая кисточка. Ну, здесь было много, вот они попадали, как видите. Вот. Вот из этих семян я выращивала картошечку. Первый год она была и мелкая. Примерно вот такие вот, как сами помидорчики. Такие вот были картошечки. И побольше. До 100 грамм была картошечка. Вот эти картошечки я сажала. Из них получала чуть-чуть больше картофель. Вот. Ну, и в том же году я в прошлом еще сеяла. И вот сажала и тот, что был у меня вперед выведенный, и тот, что в прошлом году. Вот здесь были мелкие. Вот чуть больше вот этого помидорчика картошечки. Чуть больше. Чуть-чуть. Вот, представляете? И вот какой вырос картофель. Вот всегда говорят, что нужно брать хороший картофель, там крупный или там средний такой, до 100 грамм, больше 100 грамм. Ну, вы не верьте этому. Самое главное, чтобы это был здоровый посадочный материал. Он был здоровый, не вялый, никакой нет. Картошечку эту я проращивала на свету. В опилочках можно проращивать. Я проращивала и в опилках, и просто ложила на свет ее, чтобы росточки были крупненькие. У меня есть видео. Я выложу это видео, какую картофель я сажала. Чем же заключается мой метод? Чем он нов, мой метод? Что по-новому я сделала? Вот посмотрите. Вот видите, какой интересный, какая интересная ветка у картофеля. У нее, вот сегодня 21 июля, уже нижние листья посохли, видите, вот сухие. Это нижние, те, которые первые растут. Я прищипывала, вот тут видно, прищипывала растение. И у нее пошли новые ответвления, зелененькие. Я не знаю. И так я сделала видео. Посмотрите, какой стоит зеленый картофель. А 21 июля, уже бы, конечно, пора бы уже ему посохнуть. Вот у соседей там уже почти все листья поедены. У меня тоже жук появлялся, поел листья. Вот старые листья, вот видите. А новые, они молоденькие, зеленые. Я не знаю, что это даст. Не знаю. Но мне хочется провести такой эксперимент. Вот когда я буду копать картофель, вот посмотрите, какие огромные плети. Вот вы же видите, у меня все мульчировано, даже картофель обязательно. Посажен он мелко, картофель посажен очень мелко. Я выложу видео, как я сажала картофель. Выложу, что я с ним делала. Но я говорю о том, что вот этот метод, но никто еще никогда так не делал. Я сколько смотрела видео, все стараются вырастить большую плеть. Ничто с ней не делают, чтобы она там росла и росла и росла. Ну, смысл-то в чем заключается? У меня грядочка. Ну, куда я эту плеть? Я вот один год выращивала, плети были огромные, по 2 метра. Они все ломались. Это было очень неудобно. А сейчас вот у меня, видите, не очень длинные плети, но они все обросшие листьями. Ведь листья нужны для того, чтобы картошка росла, чтобы происходил фотосинтез, иначе не будет картофеля. Вот, посмотрите, какие зеленые листочки. Зеленые. Такое ощущение, что она только начала расти. Конечно, не знаю, что из этого получится. Не знаю. Что я получу из этого, я вам, конечно же, покажу и расскажу. И мы посмотрим все вместе. Есть ли смысл так делать. Но вот смысл сажать в грядке картофель есть. Это я вам уверяю стопроцентно. Потому что я уже сажаю не первый год. Но картофель, конечно же, нельзя сажать на одном месте два года подряд. Его нужно обязательно менять местами. Здесь у меня в прошлом году садочи деливаются огурцы на вот этой плантации. А здесь у меня дыни, арбузы были вот на этой грядке. А вот сейчас я посадила картофель. Как видите, картофель здоровый. Появляется, бывает, жук, да, не спорю. Появляется, но я его не врызгаю. Не врызгаю вообще. Вот это вот пригорело уже на солнце. Видите, как горит все на солнышке. Солнышко сейчас очень-очень жгучее, очень опасное. Вот, кстати, помидорчик. Еще вырос какой. Посмотрите, какой крупный. Помидорчик на картофеле. Обратите внимание. Очень крупные помидорчики. Это замечательный посадочный материал, посевной. Вы посеете, у вас вырастет картофель омоложенный. Вот замечательный картофель. Уверяю вас, вот видите, это выведен из семян картофель. Это не новый сорт. Нет, ни в коем случае. Это просто высеянные семена, вот из этих дворчиков. Взятые плотики, ну, скажем так, картошечки. И посажены через год. И вот вырос такой картофель. Видите, какая прелесть. Просто закон. Вот обе грядки, обратите внимание, обе грядки. Шикарно. Все на своем участке я удобряю. Из бочки я не сыплю минеральные удобрения. Спасибо. – С Все на своем участке. Продолжение следует...